привет друзья часто меня спрашиваете какие мои любимые мышечные группы какие группы или какую мышцу конкретно я вообще люблю прокачивать больше всего понятно почему возникают такие вопросы особенно у новичков которые любят предпочитают качать бицепсы мастурбируя их концентрированными сгибаниями гантельками по 5 килограмм и жим лежа тоже зачастую навеся нереальные веса на штангу и при этом на самом деле их партнер который их страхует выполняет что-то наподобие становой тяги друзья один единственно возможный и правильный ответ на вопрос какую мышцу вы должны любить тренировать больше всего следующий самая любимая для прокачки мышца это та которую вы будете тренировать сегодня и это нужно понимать это нужно принять пропустить через себя пока вы не поймете что гармонично развитое тело смотрится только эстетично красиво не смешно не глупо как часто мы видим людей с большими руками грудью даже иногда с большими широчайшими но с реально куриными птичьими ножками это смотрится настолько убого настолько отвратительно и я думаю что это многих людей от телостроительства от культуризма от бодибилдинга уводит не должно так быть во первых все мы с вами ну кто давно уже следит за моим творчеством если можно его так назвать статьями видео знает что есть рейтинг мышечных групп это не то в какой последовательности вы должны тренировать на тренировке вашей мышцы нет этот рейтинг показывает необходимость акцентирование внимание в первую очередь на каких мышечных группах и естественно любой здравомыслящий человек поймет что акцент нужно делать в начале тренинга в середине тренинга и уже когда вы будете на продвинутом уровне на крупных мышечных группах а какие у нас крупные мышечные группы их всего две это спина и ноги на самом деле самая крупная мышечная группа в основном это ягодицы но многим девчонкам их не хватает но они не приседают и при этом пытаются махами различными другими извращениями исправить эту ситуацию это друзья невозможно если вы не обладаете от природы бразильской обой то только приседания глубокие приседания могут вам помочь обращайте на это девчонки особое внимание почему нужно тренировать и акцентировать внимание в первую очередь на крупных мышечных группах все очень просто потому что тренируя в базовых движениях эти мышечные группы хотим мы того или нет мы косвенно задействуем и все другие мышечные группы к примеру когда вы приседаете работает друзья абсолютно все динамично работают динамическом режиме сами ноги непосредственно в работе участвуют все суставы и если многие думают что верхний работает то здесь вы тоже ошибаетесь весь корпус работает работают мышцы пресса все мышцы кора тот кто хорошо грамотно приседает делает становые тяги гораздо эффективнее дает нагрузку на мышцы пресса нежели те кто делают эти скручивания в римском стуле бесполезные и опасные для поясницы да кто не знает посмотрите почитайте мою статью моем видео о прессе эту статью даже железный мир 2014 году летом печатал в своем журнале не просто так наверное и нужно понимать что многие спина это то от чего будут отталкиваться все остальные ваши мышечные группы посмотрите на олдскул когда еще не было этих чудо препаратов которых сейчас нельзя называть в эфире но я говорю не астероидах я говорю о том о чем что привнес в этот вид спорта дориан яс кто в теме тот понимает посмотрите как пахала старая школа многие бодибилдеры были настолько же сильными насколько они мощно выглядели и арнольд и его лучший друг франко выступали в соревнованиях по пауэрлифтингу франко коломбо даже выступал по стронгмену есть видео есть даже шокирующие видео где он ломает ногу именно сила друзья дает нам ту мощь тело которую мы хотим именно по мужскому типу и когда вам говорят что главное это чувство мышцы вес не важен люди вообще просто не понимают о чем говорят конечно чувство мышцы важно но какая разница этой мышцы и какой стимул ей увеличиваться если вы дрочите свой бицепс пятью килограммами ну какой стимул и смысл увеличиваться в объеме для чего ради чего нужно понимать что в организме все происходит ради чего-то мышечная масса как и в принципе жировая для организма не есть хорошо но жир это неприкосновенный запас организма на случай если вдруг вы будете голодать а мышцы это хуже мышцы не нужны мышцы требуют на себя очень много энергии даже в состоянии покоя поэтому есть такая зависимость до чем больше мышц тем меньше жира и наоборот чем больше жира тем меньше мышц это тоже нужно понимать и делать на это акцент так что друзья тренируйтесь тренируйте в первую очередь спину ноги от этого зависит все остальное тренируйте дельты тренируйте грудные мышцы и потом только уже бицепс и трицепс если вы не можете подтягиваться друзья то о каком подъеме на бицепс идет речь если вы не можете отжиматься от брусьев пять подходов по 20 раз то не смешите пожалуйста богов бодибилдинга телостроительства о каком жиме лежа идет речь и не забывайте что брусья это лучшее упражнение для грудных мышц для трицепсов посмотрите на гимнастов если не верите мне послушайте почитайте что говорит сам арнольд шварценеггера своей мощной грудной мышцы почему-то многие на это просто закрывают глаза в первую очередь шварц всегда говорит что брусья именно помогли ему раскачать такую мощную мышечную группу и как его грудные не жимы и естественно когда вы подтягиваетесь хотите вы того или нет работает бицепс даже не думайте качать ваши банки пока вы не научились подтягиваться 5 по 10 это элементарно друзья 5 по 10 раз особенно если вы начинаете свой тренинг нормально в нормальном возрасте там в 16-18 лет не уметь подтягиваться это стыд и позор это нужно вас как в спарте сбросить с какой-то скалы именно такие люди позорят телостроительство сейчас очень много стали говорить о фуллбади но опять таки действительно фуллбади это для натурального атлета отличный стимул для роста но если вы реально задумаетесь о том что и как преподносится и как вы воспринимаете фуллбади вы поймете что это просто чушь нельзя невозможно за одну тренировку прокачать все мышечные группы непосредственно делая на каждую мышцу необходимое количество упражнений просто невозможно вы перетренируетесь практически с первой же тренировки я сделаю об этом отдельную статью с отдельное видео надеюсь оно будет вам полезно пишите в комментариях какие у вас есть вопросы по фуллбади чтобы я мог ориентироваться на них и сделать статью более информативной пока скажу следующее что просто представьте себе что квадрицепс ноги возьмем в целом квадрицепс бицепс бедра ему достаточно в принципе хороших мощных приседаний плюс одно изолированное упражнение на квадрицепс одно на бицепс бедра это три упражнения да потом берем спину становая тяга как минимум подтягивания для широчайших ну как минимум два упражнения если туда в эту же тренировку еще оставить трапеции то это верхний средний пучок трапеции как минимум еще два упражнения следующие от дельты три пучка разные направления волокон поэтому для каждого пучка нужно по одному упражнению еще три упражнения грудная мышца большая грудная мышца разное направление волокон но не три части все-таки достаточно два упражнения потому что в любом упражнении на среднюю часть грудных мышц волокна практически будут совпадать с нижней частью поэтому два упражнения наверх грудной мышцы и на среднюю на нижнюю еще два упражнения бицепс одно упражнение трицепс одно упражнение еще два упражнения голень одно упражнение кто считал кто успел посчитать представляете да нужно быть полным дебилом реально чтобы советовать людям такое full body нет друзья а вот здесь нужно пользоваться рейтингом мышечных групп когда вы делаете становую тягу и когда вы приседаете работают все равно и ноги и спина логично разделить это на разные две тренировки и потом накидать к приседаниям и к становым тягам еще упражнения таким образом чтобы в каждом прокачивалась все тело но некоторые мышечные группы так малые мышечные группы затрагивались косвенно вот тогда это будет грамотный подход full body но опять-таки для многих это тоже может быть очень сильным стрессом может быть придется раскидывать на три дня но как и обещал я сделаю об этом статью сделаю видеоролик мальчишки девчонки не забывайте покупать мои книги всего 25 долларов за книгу но вы получите огромную квинтэссенцию знаний теоретических плюс естественно что самое важное практический опыт и парни и девушки покупая книги а для парней отдельно для девочек отдельно получат как минимум два года программ тренинга по полочкам расписанных как почему зачем и что делать на мой взгляд это очень важно это как с названием корабля как вы его назовете так он и поплывет точно также и здесь чем грамотнее вы начнете тренировки тем большего вы добьетесь и тем больше здоровья вы сохраните и улучшите его очень часто приходится слышать да я вот тренируюсь совсем по-другому начинал и все у меня перло друзья когда вы только раз тренированное я я таким же был чтобы вы не делали вы будете прогрессировать какое-то определенное время но если вы будете делать это грамотно вы будете прогрессировать семимильными шагами по сравнению с тем кто делает это неправильно но это же по-моему элементарно и даже не требует объяснений спасибо что смотрите запомнили какая любимая мышечная группа должна быть у вас я понимаю что все мы любим качать тренировать то что больше всего чувствуем что лучше всего прет но если вы хотите грамотно эстетически развиваться мы должны любить делать все спину ноги дельты грудные мышцы бицепс и трицепс не забывая про голень кто не знаком с моим рейтингом обязательно друзья найдите статью прочитайте и и поверьте как минимум она заставит вас задуматься над тем что вы делаете что вы делали и пересмотреть вашу программу тренировок на будущее надеюсь мои ролики полезны для вас лучшая благодарность для меня это естественно если вы пишите комментарии ставите лайк или дизлайк и делитесь моими роликами статьями в своих соц сетях за что отдельная благодарность всем пока и не забывайте приобретать мои книжки пишите мне в личку в контакт и я скажу как это сделать проще всего всем пока спасибо что смотрите